Всю ночь в центре управления полетами напряженно следили за расстыковкой кораблей Союз ТМА-20М с МКС и за возвращением наших космонавтов на Землю. Не спал и мой коллега Алексей Казанников. У него все подробности. Все хотели увидеть, как выглядит то место, откуда управляют непосредственно полетами, запуском наших космических кораблей и их приземлением. Все вы думаете, что увидите здесь нечто просто фундаментальное, феноменальное и возгласы Хьюстон, у нас проблемы и тому подобное. На самом деле все не так, все более скромно, но очень интересно, я вам обещаю. Давайте уже пройдем внутрь. Хьюстон, да, обратите внимание, Гринвич и Москва. Самое интересное в центре управления полетами это непосредственно то место, на котором и происходят как раз все расчеты, все данные с космического корабля, непосредственно своего движения. Ну и сейчас как раз мы зайдем туда внутрь. Вот такой вот огромный экран, на котором видны все показатели. Ну и вот отсюда происходит все управление. Ощущается небольшой нервоз, но тем не менее крика в Хьюстон у нас проблемы, вы их здесь явно не услышите. Обычно все проходит в штатном режиме. Посмотрим, как будет в этот раз. Вот это девушка с фотоаппаратом Кэтлин Рубинс, астронавт НАЦА. Она остается на борту, провожает наших космонавтов. Но самое главное, что сейчас берет меня определенную гордость. И дело в том, что посмотрите на этот герб с фамилией Овчинин. Речь идет о Алексею Николаевичу Овчинине, командире этого корабля. И герб это медведь с секирой, то есть он из Ярославской области, а если быть точнее, из Рыбинска. Но сам я из Ярославля, жаль, космонавты не пошел. А вот Миша, кстати, непосредственно из Рыбинска. Земля Ковчинина. Да, и там, кстати, насколько я помню, они талисман в космос взяли тоже из Рыбинска. Космонавты подпрощались друг с другом. Уже переходные люки между Союзом А-20М и модулем поиска закрыты. И мы переходим уже в стандартное помещение, пресс-ложи, так скажем, где можно попить кофе. Вот Миша, кстати, уже пьет кофе. Перекусить немножко. Все любезно предоставляет нам центр управления полетами. Командиры, корабля заказывает стыковочный озел ЧИСК. 19 часов 54 минуты по Москве, уже 7 сентября. И вот сейчас мы наблюдаем за очень ответственной операцией. И отработали первые больше 8 секунд. Расстыковка, вот сейчас, собственно, она уже начинается. После чего космический корабль отправится уже на Землю. И отмечу, что космонавт Алексей Овчинин, Олег Скрипочка и американский астронавт Джеффри Уильямс провели полгода на Международной космической станции. Провели очень много научных экспериментов. И вот уже в ближайшие минуты отправятся на Землю. Преземлица космическая корабль уже недалеко от космодрома Байконур в Читовичке, в Москве. В то время как экипаж Союза ТМА-27 преодолевает создавые годы, журналисты преодолевают сонливость. Получается, не у всех. Высота полета 9,5 километров. Союз ТМА-27 автоматически, управляемый спуск. Слышно сигнал на путеводового передачика. Задача первая – это эвакуировать экипаж. Дальше им займутся медики. Технические специалисты их могут приводить в Союз ТМА-27. Привет, мой хороший. Привет, привет. Говорю, гордимся вами, любим вас и ждем встречи. Пожалуйста, по машине ручка. Папа, по машине ручка. В Москве еще даже не светало на Байконуре уже раннее утро. Это была бессонная ночь, как для сотрудников Центра управления полетами, для родственников космонавтов и, конечно, для журналистов. Но самое главное – то, что экипаж ТМА «Союз-20М» приземлился. И мы заканчиваем свой репортаж и идем спать прямо сейчас.